Здравствуйте дорогие подписчики, зрители нашего канала, уважаемые сельхозтоваропроизводители и все, кто смотрит это видео, и все, кому не безразлично сельское хозяйство в России. Продолжаю публикации на тему, касающуюся приказа, который мы недавно рассматривали с вами. Это приказ номер 421 от 28 июня 2021 года, которым утверждаются ветеринарные правила назначения проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов, предназначенных для переработки или для реализации на розничных рынках. Это приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Значит, публикация прошла буквально недавно и уже имеется кое-какая информация, которую я получил и из комментариев, и из Министерства сельского хозяйства, которые, конечно, не смотрели эту публикацию на ютюбе, но мне удалось к ним дозвониться и поэтому информация какая-то есть. Значит, первое, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что я не хотел бы выглядеть каким-либо навальным в сельскохозяйственной отрасли. Это серьезный для меня вопрос. Я не хочу быть критиком всей системы или говорить о том, что все плохо и так далее. Нет. Есть конкретный документ, есть конкретная глупость, допущенная при его составлении, и я бы хотел эту глупость просто осветить на свет общественности и принять какие-то меры к тому, чтобы эта глупость была устранена. Говорить о общих проблемах в сельском хозяйстве и так далее мы будем. И будем говорить это и на нашем канале, и будем говорить на всяких совещаниях, которые удастся посетить, если это будет. Но суть в том, что я бы не хотел строить из себя какого-то там, знаете, Павлика Морозова. Я не такой человек. Во-первых, у меня нет времени на это. Я не могу себя посвятить этой борьбе, знаете, как борьбе за права человека, как говорится, которые люди есть, только этим занимают. Я не Грета Тумберг и Богу. Я просто для вашей информированности, для вашего вооружения какими-то нормами закона и здравым смыслом даю вам эти мысли, чтобы вы их использовали в своей ежедневной деятельности. И делаю я только из-за того, что у меня просто сердце болит за то, что есть какая-то такая вот глупость, которая делает жизнь людей хуже. Я бы хотел именно на это акцентировать внимание. Значит, в комментариях люди писали, что, многие писали, а мы и сейчас проводим эти экспертизы. Вы, наверное, их не проводите, про нас говорят. Нет. Я вам говорю, что мы проводим экспертизы. Мы каждые 10 дней проводим экспертизу молока по всем параметрам, которые указаны в этом приказе. И все эти параметры у нас проверяются. Все. Не то, что там какая-то выборчая. Экспертиза такая стоит, если я не ошибаюсь, около 1000 рублей. Я со счета плачу, поэтому и плачу по счету уже, который мне выставляет вецслужба. Но таких анализов, которые вот здесь требуются ежедневно от каждой партии, мы не делаем. Потом следующее замечание. То, что на рынках каждый день специальная служба делает тесты молока, это понятно. И это, я знаю, что это есть, и я прекрасно об этом осведомлен. Вот. И что эти проверки проводятся. Я не знаю только по каким параметрам там проводятся проверки, но сейчас я не торгую на рынке. Но знаю, что такое есть, и это тоже мне известно. Дальше. Многие люди говорят о том, что по-всякому можно трактовать некоторые пункты правил. О том, что не делайте такие однозначные выводы, что эти правила губят ЛПХ. Нет. Я хочу как раз сделать вывод о том, что неправильно сформулированные пункты, не четко сформулированные пункты, ведут к тому, что найдутся особо рьяные работники ветеринарной службы, которые могут сделать жизнь работников сельского хозяйства невыносимой, используя букву, плохо прописанную, не четко прописанную букву этого приказа. Согласитесь, что такое может быть. Есть люди, которые ветеринары, которые, и таких людей у нас много. Буквально на днях ушел из жизни Дудряков Владимир, ветеринар в нашем районе. Человек, отчаянный ветеринар. Просто человек, который своей профессии предан был до последнего вздоха, грубо говоря. Скоропостижно скончался. И я так просто почувствовал, насколько земля стала хуже, когда этот человек ушел из жизни. Я просто представляю себе, сколько труда этот человек нес на ветеринарном посту. Как он обследовал коров. Как он относился, просто бросался в эту работу. Он и коров загонял. Он и обследование делал ректальное вообще без проблем. Он и вымазывался, он и в крови был. И лечил раны коровам. И рассказывал, делился нами своим опытом. Вообще просто. И вот сейчас его нет. То есть для меня этот человек и его семья, вся ветеринарная семья, это просто, знаете, какое-то такое, ну, прям редкое явление. Есть еще один парень хороший, Азамат в нашем районе, ветеринар. Я бы сказал, он тоже замечательный человек. И вот на таких людях держится эта профессия, эта работа, которая служит прежде всего людям. Потому что вы знаете, наверное, фразу, что ветеринар работает и служит не животным. Вот прежде всего, прежде всего, заботится о людях. Потому что это, в конце концов, забота о людях. А есть ветеринары, которые, может быть, сами толком ничего не знают, но строят из себя каких-то там профессоров и начинают просто отделять себя от сельхозтоваропроизводителей, что есть неправильно. Нужно быть, ну, мы должны работать вместе, помогать друг другу и делать, опять-таки, нашу жизнь проще и лучше. Как бы, не закрывая глаза ни на какие плохие моменты, а наоборот, помогая их устранять. И вот это и есть самое главное, что могут вообще делать государственные работники. Мне кажется так, во всех сферах. Значит, и вот поэтому, чтобы такого не было, мы сейчас разберем некоторые пункты. Вот, например, самое, вообще, два главных моих возмущения насчет этого приказа состоялись в следующем. Мои, лично мои. Вы, может, другое что-то найдете, прочитав этот приказ. Первое. Это возмущение то, что, как мне кажется, из морфологической трактовки вот этого пункта 3 или статьи 3, мне там один написал умник о том, что в приказе не статьи, а пункты, а мне кажется, не об этом речь вообще, правильно? Если я назову статьей пункт, а пунктом статью, вы неужели не поймете, о чем речь? Поэтому я вот вам говорю, вот, третий пункт этого приказа звучит так, что действие правил не распространяется на молоко и молочные продукты, полученные гражданами в домашних условиях или в личных подсобных хозяйствах, а также на процессы производства, хранения, перевозки, утилизации молока и молочных продуктов, предназначенных только для личного потребления и не предназначенных для выпуска в обращении на территории Российской Федерации. Вот, вот именно как этот пункт сформулирован, мысли могут быть разные. Вот, то есть, первое мое возмущение было насчет этого пункта. Значит, я полагаю, что этот пункт может трактоваться таким образом. Раз действие этих правил не распространяется на молоко, полученное в ЛПХ, следовательно, лаборатория, которая действует по этим правилам, ветеринарная, не будет принимать на анализ молоко от ЛПХ вообще. Следовательно, не прошедший анализ молоко не может выпускаться в обращении на территорию Российской Федерации. Скажите, возможно такая мысль после прочтения этого пункта? Конечно, возможно. А может быть по-другому считать этот пункт? О том, что если ЛПХ хочет потреблять продукцию, произведенную для себя лично, то есть с членами своей семьи, то потребляйте сколько хотите и не проводите экспертизу. Если же вы захотите продать это молоко для обращения на территорию Российской Федерации, то есть излишек продать вне своего ЛПХ, таким образом получается, что вы должны провести экспертизу. Можно так протрактовать? Можно. Вот. И поэтому, как бы, вот обе эти трактовки вполне возможны. И еще третья трактовка может быть вообще упрощенная, которую я вынес в заголовок этого видео для того, чтобы привлечь к нему внимание, что такого рода пункт фактически может вообще иметь запрет на продажу молока, полученного в личных подсобных хозяйствах. Наверное, тоже это имеет место в трактовке. Согласитесь, наверное, да. И второе, что меня возмутило, ну есть еще и третье, я вам тоже скажу, и третье. Второе, что меня возмутило, это то, что в этом приказе имеется вот этот пункт, который говорит о проведении контроля, то есть отбора, проб и контроля каждой партии молока по следующим параметрам. Конституция, вкус и запах, цвет, температура, массовая доля жира, массовая доля белка, плотность и кислотность. Вот практически каждый из этих пунктов, названных мною, слова вот эти, только по приказу прошлогоднему стоит анализ по Тульской области, а сейчас еще приказ другой вышел, еще выше расценки. Каждый из этих пунктов, каждое это слово, плотность, кислотность, массовая доля белка, все это стоит 120 рублей, стоило. Плюс вызов ветеринарного специалиста для отбора проб, он стоит тоже или 300, или 500 рублей. Ну плюс, если вы привезете его на своей машине, это затраты вашего топлива за час. Вот, то есть, легко набегают тысячи рублей при продаже каждой партии молока. При этом, особо не расшифровано, что подразумевается под партией. То есть, ну, что это такое партия? Это надой за сутки, за 36 часов, за отгруженный в определенную машину. Ну, тут есть ссылка на договор о Евросийском экономическом союзе, ратифицированном федеральным законом о ратификации договора с Евразийским экономическим союзом. Я не смотрел это. Я думаю, какой-нибудь фермер в далекой деревне Новосибирской области тоже не посмотрит это. Вы понимаете, о чем я говорю. Потому что фермер занимается другими делами. Он смотрит на соски коров. И вот это меня возмутило. То есть, то, что теперь ежедневно тысяча рублей должна уходить, а то и больше. Должна уходить только на вот эти параметры, которые, самое главное, не являются параметрами, обеспечивающими безопасность молока для здоровья человека. Это чисто товарные параметры, которые имеют отношение и могут иметь значение для отношения между покупателем и продавцом. И только тогда они имеют значение. Вот. И то, вы, наверное, знаете прекрасно. Если даже вы купите дорогой прибор, который анализирует молоко на кислотность, жир, белок и плотность. И вы этот прибор проверите молоко перед тем, как отгрузите своему покупателю. А покупатель приедет к себе на молокозавод или там на перерабатывающий пункт и сделает тест этого же молока своим прибором. И эти данные будут отличаться. То он не будет верить вашему прибору. Он будет верить только своему. И в результате заплатит вам, если у вас договор по жирности, заплатит именно по своему прибору. Разве это не так? Это так. То есть, какое значение имеют эти параметры? Или человек отравится молоком, которое имеет жирность 3,5% и не отравится молоком, которое имеет жирность 4,5%? Конечно же нет. И тем и тем он не отравится. Эти параметры не имеют значения для безопасности. Поэтому этот пункт можно было сформулировать совсем по-другому. Можно было сделать, что в каждом производящем хозяйстве должен иметься прибор, который измеряет вот эти параметры. И прибор должен иметь поверху какую-то, раз там в год или во сколько-то, в специальной лаборатории должен иметь, получать отметку о том, чтобы этот прибор. Потом, эти приборы, например, они дорогие, кстати. Чтобы их приобрести, например, можно тут же предусмотреть предоставление льготных каких-то кредитов или чего-то. Или рассрочки на их приобретение. Потому что их массово начнут приобретать. Но ни в коем случае не делать на этот счет лабораторный анализ, который для проведения требует еще и выезда, и присутствия при отборе профспециалиста ветеринарной службы. Понимаете? Не, не человека, который в хозяйстве обучился в ветеринарной службе, работник какой-то, или там я сам обучился в ветеринарной службе, брать этот анализ и его как-то проводить. Не, а именно специалист ветеринарной службы. Вы что, представляете себе, что, например, что я не проведу, если мне скажут, как провести анализ, или я прочитаю инструкцию на этот прибор, что я не проведу анализ, как написано в этом приборе? Конечно, проведу. И нагрею, или охлажу молоко, промою прибор и так далее. Все сделаю и получу этот анализ. Если он нужен, а на самом деле он не нужен, вообще он не нужен, но он забит в этот приказ. И третий вопрос, который меня сильно возмутил по этому приказу, это то, что, например, параметр, который мы сейчас делаем анализ каждые 10 дней, это КМОФАН. КМОФАН, я для себя так коротко сделал вывод, это параметр, который показывает, насколько грязное молоко, насколько у вас грязная дойка, насколько у вас грязные соски, грязная система, бачок там и так далее. Все, что вы вот участвует и контактит с молоком. Фактически это вот этот параметр. Так вот, этот параметр проверяется не каждые 10 дней, как сейчас мы делаем, а один раз в 6 месяцев. Можете себе представить? Разве это правильно? То есть те параметры, которые не нужны, проверяются каждый день, те параметры, которые нужны, проверяются один раз в 6 месяцев. Я не сторонник, чтобы делать проверку КМОФАН каждый день. Я не хочу это, но какой-то разумный, хотя бы 10-дневный срок, это было бы нормально. Сейчас он загоняется в 6 месяцев. Ну, понимаете, о чем речь, и как бы вот эти три вопроса меня возмутили. Так вот, сегодня в целях, конечно, меня очень ругала моя жена, куда ты лезешь, зачем ты это делаешь и так далее. Но я все-таки дозвонился в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, в департамент ветеринарии. Там нужно было мне говорить с какой-то Ольгой Васильевной, но меня соединили с другой женщиной. Я, к сожалению, не могу вам сказать ее имя-отчество, я и забыл, и может она и сказала, но я не прослушал. Так вот, телефон 495-975-1598, я дозвонился и сказал им все свои возмущения на эту тему. Но кроме того, что я сказал, я сделал на сайте Минсельхоза официальное обращение, где приложил прошлое видео, где про это он сказал. Так вот, что мне сказала эта женщина, может вам будет это интересно. Она сказала так, что этот приказ, оказывается, очень давно был в каком-то разделе Regulations, ну, английское слово. Вот. И вы все могли там ознакомиться с ним и внести свои предложения. Вы это не сделали. А теперь, когда он в марте вступает в силу, вы, видите ли, возмущаетесь, и вам это не нравится. Ну, согласитесь, довод никуда. Я и сказал, что мы занимаемся, не смотрим Regulations, а смотрим соски коровы. Она сказала, ну, так вы сами виноваты. Наверное, она права. Это интересный способ вести беседу, когда ты понимаешь, что что-то не то сделано, а ничего сказать не можешь, и ты тогда начинаешь обвинять собеседника в том, что он сам дурак. Ну, вот, я говорю, да, я дурак. Я не смотрел сайт Regulations и не внес свои предложения касательно этого приказа. Я еще много чего не смотрел. Я даже не смотрел бюджет Министерства обороны, представляете, в этом году. Вот не смотрел. Я даже не знаю, какой бюджет Министерства сельского хозяйства Тульской области. Тоже не смотрел. Еще много чего не смотрел. Вот. Я не знаю. Вот я, наверное, это плохо, что я много так не смотрел всего. Вот. Может, я что-то другое смотрел? Ну, наверное, да, точно. Я что-то другое смотрел. Вот. Поэтому, как бы, вот, это первый довод был. Второй довод. Когда я и сказал об этих параметрах, которые нужно проверять каждый день, мне сказали, что эти все параметры очень важны. И они влияют на достоверность декларирования продавцом, продавая вам молока. Когда я задал вопрос о том, как влияет жирность на безопасность молока, ну, может, можно отравиться при разнице на 1% жирности, она сказала нет. Да, я понимаю, отравиться нельзя, говорит. Но, говорит, на факт обмана покупателя это влияет. Я ей говорю о том, что покупатель просто потом, после покупки неправильного молока или разведенного водой, он просто откажется от покупки молока больше. И когда не придет к продавцу, что есть логично, правильно? Потому что это отношения между хозяйствующими субъектами, которые имеют между собой четкое понимание, вокруг какого товара идут отношения. Она ничего не может на это сказать. Она опять повторяет, что надо было вносить свои поправки тогда, когда этот приказ еще разрабатывали. Самое интересное, что она сказала насчет пункта 3, который мы обсуждали, статья или пункт 3, относительно ЛПХ. Когда я ей сказал, что этот пункт могут трактовать так, что этот пункт не будет, говорит о том, что ЛПХ вообще не могут продавать молоко, она сказала нет. Этот пункт они в министерстве трактовали так, что именно если ЛПХ хочет молоко продавать на рынке, оно должно его подвергнуть экспертизе. Вот. А не так его трактуют. Хотя, распечатайте, найдите этот приказ и прочитайте еще раз. Может, с моего голоса или с моей интонации он не так слышится, я его повторю. Действие правил не распространяется на молоко и молочные продукты, полученные гражданами в домашних условиях или в личных подсобных хозяйствах. А также на процессы производства, хранения, перевозки и утилизации молока и молочных продуктов, предназначенные только для личного потребления и не предназначенные для выпуска в обращение на территории Российской Федерации. Не знаю. Может быть, и можно так протрактовать. Ну, короче, так можете себе и пометить, что какая-то женщина в отделе департаменте ветеринарии Министерства сельского хозяйства сказала, что этот пункт не запрещает ЛПХ сдавать на анализ молоко и, получив анализ, продавать его на рынках или другим лицам. Вот так. То есть, как бы, получается, вот какая-то женщина так сказала. А написать это в пункте такими же словами, как сказала эта женщина, им было трудно. Понимаете? Я говорю с сарказмом, потому что я по-другому сказать не могу. Ну, вот, следующий момент. Когда я ей сказал о том, что просто ветеринаров не хватит выезжать на получение проб молока, ну, вы же понимаете, например, мы подарили молоко вечером и утром охладили его в танке, и утром его должны отгружать покупатели. Вот, так получается, перед отгрузкой покупателю анализ должен быть уже проведен. Понимаете? То есть, лаборатория, как указано, должна работать 3 часа, сделать анализ не позже, чем через 3 часа. Я могу привести молоко на анализ в лабораторию, например, в 10 часов вечера. Они должны ночью сделать мне этот анализ, и я должен иметь уже готовые результаты, заключения, оплатив все деньги, иметь утром перед отгрузкой молока покупателю анализ на вот эти параметры пожирности, кислотности, плотности и так далее. Вот. На что она мне сказала, эта женщина, что, что вы мне звоните? А вы звонили в свою ветеринарную службу? Вы пообщались с ними? Они должны уже заниматься подготовкой к исполнению этого приказа. Они должны придумать, как им это делать. Видите как? Я говорю, я обязательно позвоню в ветеринарную службу нашу. Я позвонил. Я позвонил. Они изучают этот приказ, но многие вещи для них тоже непонятны. Они не представляют себе, как они будут все это делать. Вот. И если некоторые наши подписчики и комментаторы советовали получить, обучить какого-то человека, приказ это не предусматривает. Приказ предусматривает только сотрудника ветеринарной службы. И следующее, что она мне посоветовала, чтобы упростить этот вопрос. Вот это, наверное, то, что может сделать каждый ЛПХ. И я, наверное, думаю, я пошла начал говорить сарказмом, вы уловите юмор. Извините, конечно, но мне так проще. Потому что тут только смеяться можно. То есть эта женщина посоветовала нам или вам, ну всем нам, нанять в штат своего хозяйства сотрудника ветеринарной службы по договору, чтобы он занимался вот этими вопросами. Вы поняли? Вот так. Зарплата сотрудника ветеринарной службы, вы должны договориться с ветеринарной службой, чтобы она вам выделила сотрудника, вы будете оплачивать ему рабочее место и все дела, и он будет это все делать. Как вы думаете? Хорошее предложение? Наверное, хорошее. Я думаю, там типа Мираторга себе это позволяет, наверное. И может быть Вимбельдан себе это позволяет. Ну, я не знаю. По-моему, у нас ферма, которая 10 тысяч голов, я не знаю, по-моему, она себе это не позволяет. Держать все время по договору с ветеринарной службой ветеринара, государственного ветеринара. Не частного, не просто ветеринара, который в хозяйстве коровами занимается. Нет. А государственного ветеринара держать только для того, чтобы он занимался выпиской этого, вот этих всех бумаг, как бы, и проведением вот этих лабораторных исследований. Кстати, ветеринар не проводит лабораторные исследования. Он сам не имеет права проводить анализ молока на жирность. Он должен брать пробу и ввести молоко в лабораторию. В любую лабораторию. Тут есть где-то, я говорил в прошлый раз, указание о том, что лаборатория может быть и подведомственная комитета ветеринарии, и какая-то частная, и так далее. В любую лабораторию, но должен ввести ветеринар, брать пробу, потому что это трудный процесс взять пробу. Это нужно понимать как. Это трудно обучить хозяина молока, собственника молока. Это только может делать ветеринар. Вот такая информация. Больше мне трудно было разговаривать с этой женщиной. Я не ругался, но больше я никакой информации толком и не получил. Они сказали, что они рассмотрят мой запрос направленный им и дадут ответ. Ну, можете себе представить, какой ответ дадут они, если вот разговор состоялся вот так. То есть, да, еще очень положительный момент, когда я ей сказал, говорю, ну ладно, я вот вам говорю, вы на мои вопросы вот так отвечаете. Я говорю, неужели вы не понимаете, что то, что я вам говорю, имеет хоть какое-то рациональное зерно, хоть какое-то. Она молодец. Она сказала, что да, я понимаю, что есть рациональное зерно ваших рассуждений. И вот на вот этой позитивной ноте я хотел бы закончить вот этот обзор и вот этот анализ, который мы провели этого приказа. Вот есть шанс, есть надежда еще, что до 1 марта что-то можно будет изменить и может быть мы достучимся. Все-таки ответ на такие обращения, которые я сделал, идет один месяц, а у нас еще есть время. Может быть, все-таки они рассмотрят и изменят, и как-то обратятся к каким-то людям, которые не участвовали в обсуждении на сайте regulations. Кстати, она мне еще сказала, что ни одна ассоциация фермерских хозяйств, ни одна ассоциация молочных производителей молока, никто не выразил никаких замечаний касательно этого приказа. Но то, что не выразили замечания фермеры, как я, я понимаю, просто я виноват, я был занят заготовкой кормов, дойкой, стройкой, ремонтом тракторов, тут, ну вот этим я был занят, я виноват. Но члены ассоциаций всяких, которые только этими должны заниматься, они же тоже могли бы это все проследить, но им это было безразлично. А почему им безразлично? Потому что, опять-таки, этот приказ их вообще не трогает. Тысячу рублей отдать за анализ партии 150 тонн молока, это вообще капля в море, что тут стоит? А для человека, который дует 5 коров, и молоко это хочет повезти на рынок, и должен провести анализ, вот так, анализ за больше, чем за тысячу рублей от 5 коров, вот, он, я думаю, серьезно задумается насчет этого, да? А это как раз и говорит о том, что нас не должно интересовать вот эти правила таможенного союза и так далее. У нас есть своя страна, своя Россия, в которой живут люди и производится молоко на фермах разного уровня. И люди, которые уполномочены решать вопрос в стране, в области сельского хозяйства, должны это понимать и думать, что они издают такого рода документы не только для ферм с 10 тысячами голов, а еще и для ЛПХ, еще и для КФХ, которые с большим трудом выживают и каждый день сводят концы с концами в режиме оплаты дорогого десктоплива, дорогих удобрений, семян, зарплат, социальных взносов, пенсионных взносов и так далее, которые платят за работников. И среди этого всего штрафов, в том числе и ГАИшных, пытаются выжить. И среди этого всего еще и вот такого рода вот ерунда на людей наваливается. И не зря многие комментаторы этого видео, прошлого, написали, что это и есть основание к развалу ЛПХ и к тому, чтобы остались одни агрохолдинки. Еще один момент, который возможен и который я высказал этой девушке, о том, что нельзя такого рода приказы издавать, потому что в случае, если они не будут выполняться, они будут полностью дискредитировать это Министерство сельского хозяйства. И все акты, которые из него выходят, так не должно быть. Это нельзя, это власть, которая должна проявлять своими актами, ну я не скажу заботу, но разум по отношению к тем лицам, на которых направлено регулятивное воздействие этого акта. Вот, поэтому я полагаю, что дискредитация будет серьезная. И еще один момент. Если вот эти правила будут не выполняться, каким-либо хозяйством, вы понимаете, что мы получаем? Мы получаем хороший кнут в руках органов государственной власти относительно такого рода хозяйств, что есть очень плохо. И вот я надеюсь, что это все будет сделано разумно и без такого вот дурацкого подхода, хотя именно дурацкий подход часто губит многие начинания, до конца не продуманное. Это очень, кстати, похоже, вот эти все неправильно сформулированные пункты, не точно сформулированные пункты, все подходит и очень похоже на вот тот закон об обороте земель сельхозназначения, про который мы говорили, когда я рассказывал про иски, которые мы выиграли в суде. Кстати, чтобы вы знали, адвокат из Москвы, который судился с нами по поводу получения земли без торгов, подал все-таки апелляционную жалобу. Вот я ее еще не получил, но получил информацию из суда, что дело отправили теперь в апелляционную станцию. Значит, информация будет еще. Я вам еще расскажу и про этот суд дальше. Вот. Так вот, где пункт 8 статьи 10 закона об обороте земель сельхозназначения, просто не дописали о том, что в случае подачи двух и более заявок от участников программ господдержки проводятся торги. Вот просто вот эту фразу не написали, что двух и более заявок от участников программ господдержки, а просто написали подачи двух и более заявок, и все. Обращение. То проводятся торги. То есть получается, и адвокат из Москвы, подавший обращение, был фактически соответствовал вот этой норме, неправильно сформулированной. Хотя в первой части это было указано, что земля передается без торгов участникам программ господдержки, сельхозорганизациям и КФХ. Это очень похожие формулировки, которые позволяют потом беспредельничать и органам власти, и каким-то заинтересованным лицам, и всем, которые хотят кому-то навредить. Поэтому я и полагаю, что такие ошибки желательно исправлять, чтобы не допускать потом больших бед и эти маленькие, тонкие, неслышанные голоса по всей России, которые будут раздаваться в то, что жизнь сделалась тяжелой, плохой, несправедливой и так далее. Но наша власть делает ее такими пустыми, простыми способами невыносимой, что даже смешно, хотя можно все сделать по-людски. Как сделать? Давайте вместе придумаем, вместе с властью, давайте обсудим. Только пусть они говорят с нами. Они ставят себя в то положение, как я разговаривал с этой женщиной, как будто бы я во всем виноват, что я не внес предложение на стадии разработки этого приказа, что я вообще поднял этот вопрос. Это тоже мне не нравится. Ну ладно, много можно говорить. Я надеюсь, я свои мысли донес. Я полагаю, что продолжение следует. Что будет дальше, посмотрим. Будем держать руку на пульсе. Ну а по поводу продвижения этого и первого видео я всех прошу. Ставьте лайки. Это не для того, чтобы наш канал продвигался. И вообще то, что я сейчас делаю, это не для продвижения канала. Нас это мало интересует. Нас интересует то, чтобы какая-то была справедливость. Ставьте лайки для продвижения канала. Репостите, где можете. Шлите на электронную почту или в какие-то способы с чиновником своей области, своих районов. Я не знаю, чтобы это как-то максимально продвигалось и дошло до тех людей, которые могут изменить этот вопрос. Я не скажу, что этот вопрос ключевой и лежит там вообще в основе всего правопорядка в стране. Да, конечно, нет. Но он затронет многих. И многие еще будут иметь горе, если этот приказ будет исполняться не так, как надо. Ну все. Всего всем доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok